Дамы и господа, всех приветствую! Вот уже три года я пользуюсь вот таким вот рекордером от компании Toscam. Заказывал его на Алиэкспрессе. И сегодня хотел бы сделать такой небольшой опыт использования. Рассказать о том, как мне новое обновление. Буквально недавно, где-то два года назад пришло последнее обновление. Буквально недавно, в январе, по-моему, вышло обновление для этого рекордера. Расскажу сегодня о плюсах и минусах этого рекордера лично для меня. Ну и покажу в каком он состоянии спустя все это время. Итак, давайте приступим. Начнем с внешнего вида. За все время, за три года, он у меня был без всяких чехлов, без ничего. Если я его куда-то с выбрал, я просто кидал его в рюкзак. И посмотрите, в каком он состоянии. Если присмотреться, то он, конечно, весь в царапинах, весь покоцанный. Особенно досталось хорошо экрану. Но, несмотря на то, что он весь в царапинах, несмотря на это, он нигде не сломался. Ни одна клавиша у меня не сломалась, ничего не полетело. Все работает, как на новом рекордере. Несмотря на то, что здесь используется пластиковое крепление, обычно идет металлическое крепление на всех штативах и всяких таких триподах, я думал, что, честно говоря, эта штука сломается. Но, несмотря на три года вот таких жестких вкручиваний-выкручиваний, ничего не произошло, резьба не слезалась и крепление не обломилось. Меня это, конечно, очень порадовало. Карточка у меня стоит на 64 гигабайта. Это 128 не всовывал, но, скорее всего, возможно, рекордер потянет. Новые рекордеры уже поддерживают 128 из коробки. Этот поддерживал 32 из коробки. Я вставил 64, все работает. Это, кстати, огромный плюс. Пишу в максимальном качестве, плюс дублирую дорожку в 320 MP3. И, несмотря на это, памяти хватает просто за глаза. Из минусов хотелось бы отметить, это то, что быстро садятся батарейки. Хочется, чтобы рекордер имел такую автономность. То есть, все время не иметь при себе два дополнительных аккумулятора. Чтобы можно было просто поставить его к пауэрбанку, подключить, чтобы он заряжался. Здесь, конечно, можно подключить его к пауэрбанку. И вы не зря видели вот этот кабель в начале. Я его практически всегда использую с пауэрбанком, потому что автономность аккумуляторов, вот этих, которые я использую. Кстати, аккумуляторы я использую от компании Xiaomi. Не помню уже сколько там, 1800, по-моему, миллиампер-часов. Конечно, если поставить побольше, то будет дольше держать. Но, в любом случае, ты все равно ограничен, пока они не сядут. Если бы он был на аккумуляторе, литий-полимерном, встроенном, это было бы для меня лично намного удобнее. Как вы считаете, я считаю, что это более удобный вариант. Особенно в дороге. Ты его кидаешь к пауэрбанку, он и сам заряжается, еще работает. А в данной ситуации он просто будет работать от пауэрбанка, но заряжаться внутренние аккумуляторы не будут. Это я считаю минусом для себя лично. По плюсам, это то, что он очень стабильный. За все время, пока он у меня, не возникало каких-то проблем, что он у меня где-то глючил, зависал и так далее. Еще плюс то, что он изначально очень хорошо поддерживался. То есть, он был на английском языке изначально, и буквально спустя некоторое время, Toscam выпустили обновление, в которое добавили кучу языков, в том числе и русский. И теперь он поддержит полноценно русский язык. Причем не какой-то корявый перевод, а действительно все на очень высоком уровне. Дисплей яркий, его хватает на все ситуации, даже на ярком солнце он читаемый, его отлично видно. Опции здесь просто немеряны, несмотря на то, что это считается такой либо профессиональный начального уровня рекордер, либо такой любительский рекордер. Но, несмотря на это, вот в нем есть все, еще и все в высоком качестве записывается. Если я бы и менял его, то только на какой-то Toscam, вот из новых поколений, уже более профессиональный. А так он меня полностью устраивает. Есть поддержка Wi-Fi, нажимаем эту клавишу, у нас сейчас будет раздаваться сеть Wi-Fi, и к ней показан будет пароль. Вот она сеть, соединились со смартфоном, и заходим в фирменное приложение, Dark Control, и из него можно уже и даже обновить прошивку. Но сначала нужно не соединяться со смартфоном, а просто подключить приложение, и должен быть включен Wi-Fi. И он сразу предложит вам скачать новую прошивку или нет. Вы нажимаете скачать, все делается очень просто, и новая прошивка вот сейчас, ну, самая актуальная, и буквально месяц, может быть, два, уже у меня установлено, никаких багов, все работает, все отлично. Если кому-то интересно, что изменилось, то вот версия новой прошивки 2.12 от 28 января, она, и вот что в ней поменяли. Тут у нас на английском написано, но я это все перевел. Тут поменяли автомарки, то есть автометки, которые устанавливаются на превышенный уровень громкости. Но, в принципе, я этим не пользуюсь, поэтому не стал проверять. Но вот есть вещь, которой я пользуюсь, и этой проблемы у меня не было. То есть, когда рекордер включен, вы можете всегда перевести его в режим холда, то есть блокировки. То есть, если сейчас я нажимаю на клавишу, то увидите, что все отрабатывает. Я нажимаю холд, он заблокировался, и теперь нажатие на клавиш, вот видите, включена блокировка. Нажатие на клавиш уже не реагирует. Это очень удобно, когда вы пишете уже что-то очень важное, вы заблокировали, и все четко. Никаких нажатий, ничего не будет случайного. И раньше приводило это к зависанию устройства. Возможно, у кого-то. У меня этого не было, но это поправили. Ну что ж, от себя опыт очень положительный. Чего не хватает, это встроенного аккумулятора, либо чтобы он был поавтономнее. Но поговаривают, что новые рекордеры Toscom уже идут чутка поавтономнее. Я не знаю, я ими не пользовался. Новые рекордеры, они имеют либо старое название плюс индекс X, либо полностью новое название. Например, DR07X. То есть, такой линейки раньше не было. Была DR05. И, в общем-то, я так думаю, что 07 это вместо 22. Также 40 линейка осталась. И 100 линейка, она уже проапгрейдилась до 3-го поколения. Поэтому, если кому-то интересно, можете заказывать и новые рекордеры. Но вот этот, если найдете, не пожалеете. Реально хорошая рабочая лошадка. Если интересно, я ссылки укажу в описании, где я заказывал на Алиэкспрессе. Может быть, вам тоже понравится цена, и вы там можете заказывать. От себя скажу, что все пришло новенькое, целенькое. Никаких проблем. И вот 3 года работает рекордер. Просто пашет, как рабочая лошадка. Никаких проблем. Ну, то есть, понятно, если бы он у меня сломался, то я бы на него и не смог бы ничего записать. И, в общем-то, об этом, конечно же, я бы рассказал. Но на данный момент это лучшее, наверное, решение за эти деньги, которые можно купить. Понятно, что есть зумы. Понятно, что есть зумы подешевле. Есть DR05, который еще дешевле. Но это все компромиссные варианты. А это все-таки уже такой начальный профессиональный уровень с высоким качеством записи, с кучей пресетов интересных, с кучей настроек и с отличными техническими характеристиками. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пишите в комментариях. И всем пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин